От недостатка внимания у детей тревожность от мысли, что он нелюбим, что его не любят. Вот это очень большая проблема, недостаток внимания. Родители заблуждаются в том, что компенсировать внимание они могут подарками, обычно задаривают ребенка или позволяют много, вседозволенность, но это не компенсирует ни общение, ни ласки. И ласку и любовь, которая проявляется именно на физическом уровне, не заменит ничто. А дети в этом очень нуждаются. И то, что ребенку до 13 лет дается, до 12, для кого? Ну, в общем, скажем так, до 12 лет, вот тогда то и получается. Если ребенку в день, хоть час родитель уделяет, это время должно уделяться интересам ребенка. Вот если родитель находит время, поговорит о том, что ребенку интересно, в этом внимании. Не внимания там, а мне, да, нет, общения. Вот недостаток, вот там еще добавьте, не внимания, недостаток общения. Вот именно общения о том, что ребенку интересно. Разделение друг кто? Это тот, кто разделяет твои интересы. Любит меня кто? Тот, кому я интересен. Доверяют кому? Тому, кто понимает. Вот на этом и держится. Вот это и определяет внимание со стороны ребенка. Следующий вопрос у нас задает Дмитрий. Марта, расскажите, в каких семьях вы уже побывали и какие там проблемы с детьми? Мы побывали в семьях, в которых существуют проблемы, которые попросили о помощи. Проблемы разные, но все они от того, что любим детей своих, естественно. Любя своих детей, родители стараются о них заботиться настолько, что эта забота перерастает в гиперопеку. А понятно, что гиперопека лишает детей самостоятельности. А дети, которые не приучены к самостоятельности, они не могут самоорганизовать себя, не могут контролировать себя. И естественно, чем старше стоит ребенок, родителям кажется старше ребенок, если проблем станет меньше, их становится еще больше. В этом случае, естественно, нужно пересматривать отношения и методы воспитания и развития детей нам дальше. Были семьи, в которых, наоборот, ребенку не достают внимания. Родители считают, что одеть, накормить, уложить спать, подготовить ко сну, уложить спать, есть игрушки, принести игрушки. Вот это внимание. А для ребенка, как я уже сказала ранее, внимание заключается в общении с ним, разделении его интересов, поощрении, похвале. Ребенок очень страдал от того, что редко его хвалят, если хвалят вообще. Требуют? Требуют? Да, требуют. А похвалить? Это было очень редко. Были семьи, где просьб со стороны родителей не было, а были требования. Тоже вот. Были семьи, когда среди детей одному уделялось больше внимания, позволялось все. Обычно это младшие дети. А старший был в позиции «ты должен». Должен уступать. Справедливо, несправедливо. Но ты должен. Естественно, у ребенка идет тут же. Момент такой понимания. И тревога появляется, и укрепляется мнение, что родители его не любят. Одного ребенка любят больше, его нет. Конечно, родители, как бы там мы ни копались в этом, ну скажем так, как бы мы ни пытались говорить, что все дети любимые, все равно в семье одного любят больше, другого меньше. Хотя готовая жизнь как из-за того, так и из-за другого, да. Но вот это не от любви к ребенку, а от неправильного понимания, как воспитывать мальчика и девочку, особенно если девочка младше, происходят такие моменты. Тоже были данные рекомендации, за которые родители были очень благодарны. Следующая вопрос дает Ксения. Марка, добрый день. Как вам работается в паре с Иванной? Ведь вы такие разные, как внешне, так и по характеру. У вас бывают споры на тему лучшего метода для той или иной семьи? Естественно, все люди разные, но мы с Иванной, мы едины в том, что любим детей и готовы помочь решить проблемы в семье, которые возникают у родителей с детьми. По поводу споров они исключают, исключены, а по поводу подбора и обсуждения методов, конечно, бывает. Ну, конечно, мы обсуждаем и выбираем лучшее. Вы совместно принимаете решение, да? Нет, принимает решение, принимает решение каждой семьи.